Всем привет! Вы на канале Готовим Дома и с вами я Оксана Пашко. Сегодня я вам предлагаю приготовить супчик с фрикадельками. Очень вкусный, ароматный суп. Я знаю, что его любят очень многие и взрослые, и дети. А готовится он очень легко и просто. На его приготовление буквально понадобится 30-40 минут. Итак, для супа мне понадобится 5 картофелин, фарш, у меня свиной, здесь 350 грамм фарша, 2 луковицы, 1 морковь, 4 столовых ложки риса, или это получается полстакана риса. Рис я помыла до прозрачной воды и залила его водой. Водой залила для того, чтобы он не трескался в супе потом. Перец, лавровый лист, пол столовых ложки соли и зелень, можно петрушку, можно укроп. У меня петрушка для красоты и ароматизации супчика уже в конце. Эти все ингредиенты мне нужны на 3-х литровую кастрюлю воды. Ставлю воду на плиту и жду, пока она закипит. Когда вода закипит, я тогда уже буду формировать фрикадельки и бросать сразу же в воду. Пока вода у меня будет закипать, я в это время нарежу картофель и морковь с луком. Картофель я нарезаю небольшими кубиками, примерно где-то сантиметр. Лук для зажарки нарезаю мелкими кубиками. Теперь тру морковь на мелкой терке. Вода в кастрюле у меня закипела, теперь я формирую фрикадельки. Для того, чтобы их сформировать, мне нужна чайная ложка. Чайной ложкой я беру фарш. Чайную ложку использую для того, чтобы каждая фрикаделька была одинакового размера. И смачиваю руки водой. Водой смачиваю для того, чтобы не прилипал к ним фарш. Формирую фрикадельку. Размер фрикадельки чуть меньше грецкого ореха. И бросаю ее в кипящую воду. Когда фрикадельки немножко проварились, нужно обязательно снять пену, которая появляется от мяса. Теперь я добавляю картофель. И сразу же за картофелем добавляю рис. Рис, с риса сливаю воду, в которой он был замочен. И добавляю его в кастрюлю. Суп обязательно варится с открытой крышкой. В принципе, все супы варятся только с открытой крышкой. Особенно рыбные. Мясной суп, овощной суп, такой как у меня, тоже варится с открытой крышкой. Это делается для того, чтобы суп был более наваристым, а вода в нем была прозрачная. Это все у меня варится где-то приблизительно 10-15 минут. И через 10-15 минут я буду добавлять лавровый лист. Суп я переставила на другую плиту. Пока он у меня там варится, я здесь приготовлю зажарку. В сковородку я наливаю немного подсолнечного масла. И когда сковородка немного накалится, я всыпаю лук. Когда лук приобретет уже золотистый цвет, тогда я засыпаю морковь. Морковь немного прожариваю. И зажарка готова. Эту зажарку в конце варки я добавлю в суп. Прошло 10 минут, как варится мой суп, я добавляю лавровый лист. Лавровый лист обычно добавляется в суп до конца варки за 10-15 минут. Прошло 10 минут, как суп у меня уже проварился с лавровым листом. Теперь я добавляю зажарку. И сразу же засыпаю соль. Также я перчу обязательно супчик. И режу туда петрушечку. Все это добавляю в конце. И сразу же выключаю суп. Лавровый лист уже отдал все свои ароматические свойства для нашего супчика. И его нужно убрать отсюда. Вот такой супчик у меня получился. Ароматный, вкусный. И готовится он, как вы видели, уже очень быстро. Всем рекомендую его приготовить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Делитесь этим видео в соцсетях. До скорой встречи в новых видео.